друзья рад приветствовать вас на своем youtube-канале love parfum с вами себе смотрите парфюмерный блог у меня на канале есть такая рубрика посылка от подписчика либо подарки от подписчиков будем так называть дело в том что подписчик мне не отправлял ароматы эти когда я был в москве он со мной встретился и просто подарил мне эти ароматы святослав привет передаю тебе твоей жене огромное тебе спасибо за теплый прием москве и за эти чудесные ароматы про которые мы сейчас и поговорим сразу хочу сказать из этих ароматов которые здесь быть представлены я знаком был только с одним он представлен у нас в городе кемерово валитуаль всем то кстати с кемерово большой большой привет с остальными двумя товарищами я был вообще не знакомы и знакомлюсь с ними впервые ношу их впервые я думаю что я запишу вам сразу на все три аромата обзор то есть не буду растягивать по каждому думаю не имеет никакого смысла хотя думал изначально ну да ладно может потом если вдруг как-нибудь отдельно где-нибудь еще что-нибудь расскажу перед началом видео конечно же не забудьте подписаться на мой youtube канал и скидер еще не подписаны и бейте в колокол чтобы не пропускать новые видео и конечно же обязательно подписывайтесь на телеграм-канал чтобы быть в курсе всех новых ароматов мире парфюмерии а также то что я продаю иногда в своей коллекции это что подписчики некоторые мои продают все мы это выкладываем это телеграм-канале ну и просто общаемся теплого ламповая атмосфера поэтому обязательно переходите ну а мы поехали ну и если вдруг что вы тоже захотите прислать на обзор я знаю что скоро один из подписчиков андрей не обязательно пришлет аромат он уже заказал отправил будем возвращать рубрику по четвергам либо на арабов либо на какие-то другие ароматы снимать как это было ранее друзья и первый аромат о котором мы поговорим это будет морские аромат называется голубая сахара вот кстати за бренда морские вообще был незнаком впервые вот знакомлюсь с этим ароматом для очень увесистая тяжелая крышечка лейбл такой наклеен м буковка и там какие-то разинки на общем такое красивое темно-синее золотистое оформление флакона голубая сахара бренд кстати относительно новая почему-то думал что это вообще араб а это не арабы это итальянский бренд ну может быть конечно что-то где-то они там скрывают сейчас этих знаете брендов столько всяких разных не поймешь пишут итальянские на самом деле арабский или делать где-нибудь в арабских эмиратах ну будем думать что это италия на просто как преподнесено как-то немножко не по-итальянски в общем это новый итальянский нишевый дом который насчитывает на сегодняшний день 41 аромат существует этот дом у нас с 2015 года этот же аромат голубая сахара вон 2018 года и кстати всех 41 до всех этих ароматов и этот самый популярный и самая продаваемая знаете почему потому что он пахнет кридом авентусом это клон очередной клон на крита вентус либо на ахать живат от нишаны как хотите называйте она забегает период это так я действительно ты вдыхаешь в критеринс или там ходжеват ходжеват потому жизнь какая-то камшисты здесь ну в общем синди гейман является основателем этого итальянского дома который она расположила в милане у себя вышла благополучно замуж за человека который владеет как это там парфюмерными концернами парфюмерными делами и решила открыть свой бренд андреа терра является парфюмером практически всех ароматов он еще является и парфюмером ароматов house of the wood пункт так называть такие у них тоже яйца и причем вот интересно вот этот морозки вот там вот этих house of the wood там всегда разные флаконы там вот краска она там отличить ответ отличается в плане того что ты можешь купить один и тот же аромат но он будет немножко по-другому покрашен здесь может быть тоже такая фишка и вот чем-то они кстати похожи но это по моему в тот концепт как раз входит и house of the wood бренд все правильно признашу я хочу как-нибудь попкорн купить оттуда вот ну то есть унисекс вообще этот аромат он для женщин для мужчин по сути подойдет но я думаю что все-таки больше муж как эта история но это крита вентус носит а девушка вот хочет себе похожий аромат на хаджеват нишаней либо на крита вентус не как мужской как себе я думаю что такой флакончик можно спокойно прикупить он такой какой-то не знаем мне кажется более женский что ли хотя с другой стороны и на мужском столике тоже это будет отлично смотреться и что чем пахнет пахами пахнет вот он все-таки больше наверно в сторону я бы сказал все-таки хаджевада чем кредо вентуса здесь какой-то такой знаете что так кислая яблочная что-то такое присутствует что морское что-то свеженькая пряная неплохо как бы звучит по крайней мере это знаете так этого прям добро это качественно это не как вот какой-то там норма фляф на вы купили вот и за 2000 ходите говорить у меня там есть клон да этот если клон то он достаточно качественный он очень красивый если хотите вот какой-то очередной клона крита вентус либо на хаджеват нишана я думаю смело можно прикупить этот морск но дело в том что здесь всего 50 миллилитров он конечно очень красиво презентабельно смотрится на подарок супер и коробку не очень крутая шикарная но все-таки ниша и такая вот с намеками какими-то мотивами востока то все это как бы дело смотрите неплохо но стоит около 20000 рублей поэтому тут как бы вот не знаю ну другой стороны открытая сколько стоит а хаджеват и прочее прочее вот эти вот клоны которые существуют поэтому в целом аромат ну он он звучит чисто он звучит приятно его хочется отдыхать его хочется носить он на каждый день на любое время года такой офисный популярный красивый классно звучание к нему как бы никаких претензий нету если бы он как-то грязно звучал потому что игру многие клоны прям звучат грязно при противно этот носишь кайфуешь отлично как бы приятный такой чистенький аромат парфюмерная вода стойкость друзья конечно не такая прям высокая четыре часа и это мне кажется для него нормально а что касается но то здесь у нас друзья имбирь и лаванда дубовый мох можно все это реально прослушать красивая работа я ранее не был знаком но это отличнейший на мой взгляд клон на кредо вентуса вот прям такой универсальный гуру всем понравится всем подъедет во время года аромат друзья которые подарил мне святослав это ароматы марки франт бакле это люкс ну такой тянет под нишу косит с таким с низшим звучанием бы сказал ну неплохой люкс там есть у нас популярные такие ароматы как кокаин да наверное все знаете есть обзор у меня на кокаин посмотреть кому интересно и это на один из самых стойких ароматов люксе которые только есть и еще там есть табака который клон табака ваниль этот аромат кашемира но 2017 года является унисексом она тоже отлично подходит как мужчина такая женщина на 10 на такой прямо не сексовой он очень пряный очень восточный что такое восточное здесь есть сладковатый табачный такой томный достаточно и он спокойный что мне мне нравится его поносил такой тихий спокойно не кричащий может быть кому-то покажется это минусом просто такие ароматы они обычно бывают прям такие очень сильные громкие мощные что же прям overdose всего то здесь кашемир он такой достаточно тихий аромат ну это на мой взгляд на мой нос я его поносил он такой прямо вот мало замечаешь он не напрягает он как бы есть да он звучит но он не успеет как бы тебя тебе надо есть и мне почему-то он пахнет знаете какими-то специями коричный такой да вот сейчас осень хочется согреться какие-то глинтвей напоминает какие-то эти всякие специи еще мне напоминает почему-то он сильно курагу не знаю почему как вот его ящик с курагой какой-то взял что-то такое вот есть где-то он конечно похож и на табак и ваниль можно даже сказать но то пока точнее вот фан бакле но он в то же время не дотягивает до табака то есть у него нет такой вот прям табачности но слегка слегка какая-то табачность в нем присутствует тоже то есть даже какая-то вроде бы оттенок кожи есть ну да кстати потому что входит сюда и кожей гвоздика и кашемировое дерево ветивер то есть основные такие как бы ноты которые преобладают этом аромате но я бы не сказал что прям это вау шедевр да прям вот прям без него никуда обычный такой простенький аромат на осень на зиму но опять-таки если вы то любите что-то такое гладично все-таки да в нем есть но то гвоздики пряные какие-то нотки восточные можете попробовать ну и тем кому не нравится таки очень прям кричащие ароматы они кстати не так дорого стоят рандовухи там что в районе 7000 может даже чуть дешевле с моим промо-кодом если кому надо 10 лав поэтому заказывать это тоже с 1 2 есть можете экономить на парфюмах и пользоваться моим промо-кодом разрешаю всегда вы пожаловать 50 из 100 у меня у час объем 100 миллилитров ну больше будет такой зимний осенний ну и мне кажется он прям унисекс он и мужчинам понравится женщина стойкость 4 часа . небольшая сибирская кожа ну друзья третий аромат который подарил святослав это гвоздь программу на самом деле мне больше хотел там подарить еще кое-какие ну я как бы не стал наглеть курит давай хотя бы вот эти вот что-то в районе 5 мне вынес горит на забираю не давай уж вот три спасибо тебе еще раз спасибо за то что помогаешь делать контент вот такой вот интересный бренд арабески здесь мараски а здесь арабески такие какие-то балабаски до балабески еще осталось назвать опять что-то такое арабская друзья на арабская ночью тут такие всякие финтифлюшки прикольные крышка такая вот как какой-нибудь купол так ну здесь вот такие вот всякие мотивы знаете любят тарабы вот эти вот некоторые ребята восточной национальности всякие четкие вот эти вот всякие веревочки там машинах вешают просто их там крутят вертят те ребята такая горошинка черная приколюхи прикольные кисточки такими нравится оформили неплохо оформление 100 баллов только непонятно металлическая вставка или есть наверно до металлическая вот такой зеленый цвет тархума а это тоже друзья новый арабский бренд царете он стартанул в 2017 году я делал в ритуале вообще не понимаю чей-то бренд даже кажется кого-то ритуалевский бренд почему так вот так у меня есть за закрадывается мысль такая что это они у них там много всего это как бы он библиотеке представлен у них аромат чел нас 2022 года новинка а у них всего 10 ароматов насчитывается и вот этот вот бренд арабский переводится как причудливый какой бренд причудливый пришел а про счет друзья аромата про ганимет вот нравится в ганимет честно марк антуа бро это нишевый арабский бренд марк антуа он такой как бутиковая больше линейка считается ниша и вот пожалуйста вам первый клон наверно один из таких приближенных это конечно же вот таки к аромат прям реально ну я такой раз когда еще впервые за тестировал в ритуалево что пришел к этой марке ганимет нам дано мне кажется потом нанес на кожу походил реально то есть короче если вы хотите что-то похожее на ганимет ну не включая вот этого вот бо империальда имперский лес то можно попробовать гека он кстати тоже 50 миллилитров он духе идет концентрация духе но не сказал бы что это духе потому что нам не слетает это быстро 4 где-то часа сидит на коже и все ну есть легкий шлейф от него я пустить его носил да и ну ребята окружение не могли понять что это за аромат я курдок это ганимет нет ни ганимет говорит сказать тоже с подписчиком встречался в этом аромате был ему сказал что это такое гека вот но единственный какой момент что здесь конечно он да очень сильно похож на на ганимет но это все таки как бы немножко он чем-то забодяжен разбавлен другими нотками тогда можно вот вслепую сказать что это ганимет либо что-то похоже на ганимет и звучание такое же да какая-то присутствует этого медицина бинт выглядывает да как многие говорят там что-то еще но есть какая-то здесь вот то ли он такой зеленый для меня флакон и хочется скажу какая-то тут зелень есть то ли действительно какая-то зелень здесь присутствует но они пишут что вообще здесь перуанский перец бергамот ладан состав входит шафран тмин кожа ореховые различные ноты вот по поводу кожи по поводу шафрана да потому что в принципе ганимет построена шафране но вот это вот кожаной медицинской всей штуки и это тоже построен но единство что может быть вот этот перец перуанский либо бергамот по его немножко оттесняет возможно еще какие-то там ноты есть интересные ну и сказать вроде как бы ганимед он не дотягивает как будто бы он как будто бы ганимед лёш то ли какой-то такой облегченный ганимед как будто вы может быть какую-то бывает подделка ганимеда она вроде как вроде бы к пахнет ганимедом не совсем пахнет и здесь то ли какие-то специи добавлен то что-то еще намешано в общем такой ганимед какой-то там да какой-то короче облегченный либо с каким-то добавлением а тогда неплохой как бы аромат интересный необычный наверное из всех как бы я отдал бы предпочтение вот ему я его давно хотел купить сравнить с ганимедом может даже какой-то battle устроить потому что ганимед я люблю вы все знаете марк антона бро и вот гека тоже при у меня был в мечтах в планах а тут приезжаю москву святослав осуществляет мои мечты танцы так ну поэтому друзья мечтаете об ароматах не не только об ароматах и ваши мечты обязательно сбудутся конечно я не мечтал может быть где-то год-полтора тогда как он только вышел потестил думаю надо надо все его в корзин там отложил думаю надо его как-нибудь заказать будет и вот не пришлось заказывать поэтому святослав большой тебе еще раз спасибо за то что ты сделал этот контент это видео на сегодня вот а вы друзья в свою очередь делитесь этим видео с друзьями подписывайтесь на канал включение подписаны бейте в колокол что не пропускать нового видео ставьте этому видео парфюмерный жирный лайк за мои труды ну и строчить в комментариях кто с чем знаком да это тоже унисекс это отлично как мужчинам так и женщинам вообще все эти ароматы отлично подают мужчинам и женщинам однозначно вот это просто я гуль замена потому что не думаю что ганимед просто все надоело уже можно попробовать этого гека но единственно что это опять арабщина и у них все ароматы практически копируют там один нарцисс родегис похож другой там на кирке 3 еще на что-то что мне не нравится этот бренд чем то что он ничего свое не создает начинает копировать уже на топовые популярные бренды ароматы свои поэтому не знаю до конца истории у меня нету никакого кто знает напишите комментариях кто создатель тайна покрытым граком если здесь написано хотя бы да что то про это мы давно знаем про это есть у меня отдельно на канале посмотрите там вся история что и как в табака здесь я как-то до конца не верю что это так все произошло что эта девчонка основала а здесь непонятно кто вообще стоит за этим всем делом я почему-то думаю ритуал можно и в общем друзья пишите в комментариях знать какую информацию совладеете и будет очень интересно почитать если вас ароматы нравится не умирается тоже напишите все был всех рад видеть и и до новых встреч в подобной рубрике пока пока помнить что аромат это путешествие времени